Всем привет! Мы сегодня с мамой пришли в галерею кукол. Здесь такие представленные интересные экспонаты, которые собраны со всех городов. Эта выставка еще будет в январе работать. Приглашаем сюда всех оренбуржцев. Сейчас мы поговорим с организатором выставки и нам подробно расскажут о куклах, которые здесь находятся. Здесь очень красиво, я надеюсь, вам тоже понравится. Здравствуйте! Меня зовут Ирина. Я хочу вам рассказать о своей галерее немного. В данный момент, с 20 декабря, у нас проходит выставка «Все куклы в гости к нам». Мы пригласили мастеров из разных городов. Они дружно откликнулись. У нас представлены куклы из таких городов, как Москва, Нижний Новгород, Тольятти. Очень много городов, больше 10. Даже с Уфы прислали куклы. Куклы все очень оригинальные, в различных техниках. Поэтому каждый экспонат очень дорог. Ждем вас. Выставку решили продлить до конца января точно. Если много посидителей, то выставку продлим и на февраль месяц. Вход бесплатный. Мы работаем пятницу, субботу, воскресенье с 12 часов до 6. Если у вас коллективная заявка, я вам оставляю телефон под видео. В принципе, галерея может работать в любой день недели, если будут посетители. Девочки, сейчас мы познакомимся с мастерицей. Это ваши куклы? Мои. А как вас зовут? Светлана Моисеева. Светлана. А сколько лет вы занимаетесь уже куклами? Я начала с реставрации антикварных кукол и постепенно перешла к своему авторскому. Где-то год 3, наверное, сегодняшний. Я занимаюсь именно авторской куклой. Это вот стенд, вот это ваши все работы представлены? Да, это все мои работы. А работы можно купить здесь, да? Можно, если кому-то нужен какой-то эксклюзивный подарок или друг, или подружка, пожалуйста, можно купить. Очень интересно куклу смотрится в интерьере. А у вас в интернете есть группа своя или Инстаграм? У меня есть своя группа ВКонтакте антикварные и авторские куклы Светлана Моисеевой. Там можно подробно. СВ Дом. И в Фейсбуке под тем же названием. А есть у вас любимая кукла, нет? Или они все любимые? Они все любимые. Вот одни из моих последних, кстати, Дед Мороз и Снегурочка, сделанные под Новый год. Самая последняя моя работа, она готовилась как раз к московской выставке искусства куклы. Так что они мне путешествовали в Москву. Здесь очень, это не совсем такие классические Дед Мороз и Снегурочка, а они одеты больше по именно моде того времени, по моде 16 века. Я отдельно изучала вот этот костюм. Вот мне как мастерица, я вышивальщица, да, мне интересно, сколько времени уходит на создание этой куклы. Потому что вот вышивка это такое довольно-таки трудоемкое занятие. А, кстати, тем, кто не знает, у меня есть канал Вышивка Плюс на Ютьюбе, ссылочки есть под всеми моими видео. Просто интересно, сколько уходит времени на создание куклы. Это же, наверное, такая кропотливая работа. В среднем, наверное, месяц. А одежду сами шьете? Конечно, да. Эти куклы у меня вообще сделаны с нуля. То есть даже массу для лиц я делаю сама. Нет, сначала эскиз, да, сначала делаете, наверное, эскиз куклы. Нет, я не делаю эскизов, у меня все в голове. Обычно получается не то, что себе представляешь. То есть все рождается по ходу, да? Ну, я как вышивальщица, я вышиваю по схеме. То есть мне уже схему нарисовали, тут проще. А здесь все у вас вот в процессе, да, рисуется образ, создается в голове, потом костюм. И перебирается ворох тканей, все это прикалывается одно к другому, что-то там по цветам собирается обычно. Ну, в общем, такой творческий процесс. Я никогда не знаю конкретно, какая кукла, какая поза, какого цвета костюм. А это ваши вот, да, ангелы? Да, это ангелы. Ну, вот интересно, какие материалы. Вот здесь вот я вижу волосы у нее как натуральные. Волосы – это наша Оренбургская коза. Это все-таки натуральные волосы. Интересно, никогда бы не подумала, что это коза. Девочки, смотрите, у нашей Оренбургской козы какой длинный волос. Видите, даже на создание кукол подходит. Интересно, никогда бы не подумала. Девочки, а это актуально все в нашем году. Посмотрите, какое мышинное королевство. Это к году мыши специально готовилось? Ну, да. И вообще я мыши не люблю. А это не мышь, это мюмль. Это вот такой мною придуманный персонаж. У него еще был старший брат. Старший брат остался в Москве. Остался только младший. Вернулся в Оренбург. Такие, как винтажные такие мыши. У них одежда такая интересная. По старину. Так, а здесь у нас заячьи семейства. Ну, вот одна крыса затесалась. Крыса лютнист. А из какого материала сделаны у них мордочки? Полностью текстиль, набивка, роспись и грунтовка. Вообще, такие игрушки называются чердачные. То есть, это есть такое понятие у кукольников. То есть, это как бы такие состаренные ткани, что ли, можно сказать, с чего они шиты. То есть, такое ощущение, что эта игрушка пролежала там несколько лет где-нибудь на чердаке. На ней разводы сырости. Может быть, какая-то пыль остатки. Ну, что-то вот такое. То есть, да, это такое олео. Ретро. Создание кукол, это не так просто, как кажется. Это целое искусство. А вот мне интересно, а из чего сделаны лица? Лица – это масса папье-маши. Я ее делаю сама. Эту массу замешиваю. Я не люблю пользоваться какими-то купными смесями, пластиками. Потому что все-таки папье-маши – это такой живой материал. Вот здесь вот на видео определить сложно размер. Вот, девочки, вот эти вот куклы, они довольно-таки высокие. Сколько они примерно сантиметров? 60, да? 60-55. А вот интересно, по весу они тяжелые? Какие они так? Я бы не сказала. Нет? Легкие. Легкие. Мешок. Звезда Мороза. Все, девчонки, как положено. Ангелочки. А это ангелочки, вязанные крючком, да? Да, это наш мастер. Ольга Кузьмина. Девочки, это мое новое увлечение. Это мои мыльные букетики. Я их принесла сюда. Они тоже будут в галерее кукол находиться. И если хотите, можете прийти купить. Ну, или посмотреть их поближе. Как экспонаты музейные. Это тоже ручная работа. Мы с мамой сегодня пришли. вместе. Козочки. Коза очень актуальна в нашей области. У нас много кукол. Вот таких козочек. Потому что наши оренбургские паутинки. Это всем известный козий пух. И у нас очень много козочек ручной работы. Мы с вами уже посещали пуховый дом Анны Советовой. И вы можете посмотреть, какие у нас мастерицы в Оренбурге есть. Какие вяжут платки и изделия из козьего пуха. Кстати, не только паутинки можно вязать из козьего пуха. Но я в конце вам оставлю ссылочку на это видео. Если вам интересно, то смотрите. Девчонки, часть видео у меня на моем вышивальном канале. Но поскольку у меня сейчас новый канал творческий. Он посвящен не только вышиванию. Здесь тоже у меня будут такие ролики. Музеи, галереи. Я думаю, что вам будет интересно. Девочки, вот Светлана. Это художница, которая представляет здесь свои работы. Это что за такая уникальная и интересная техника? Нет, это же не живопись. Это графика. Это графика? Я все время считала, что это абстрактная графика. Но, видимо, это не совсем абстрактная графика. Потому что это называется медитативное, интуитивное рисование. То есть, когда ты отпускаешь голову, берешь ручку, лист бумаги и получается вот это. А потом я сама часто удивляюсь, что же это получилось. И у меня нет названий для работы, потому что я не умею придумывать названия. Я умею их вынимать из себя. А сюда я сделала подборку именно работ, на которых женские образы. Потому что галерея куклы, это все равно подсознательное. Слово куклы, это именно девочка. И поэтому вот такие вот они у меня странные девочки. Ну, очень необычные и интересные. Спасибо. А на заднем фоне это фотография, да? Каким образом создаются вот они, эти картины? То есть, берется фотография, да? А потом каким образом? Ну, фотография работы, фотография, которая рисунка. Рисунка. То есть, вот это на переднем плане, это фотография вашего рисунка. И сзади фотография живого леса, да? Да. И потом это все совмещается, да, в программе, в редакторе. Все это совмещается и получается вот такая необычная 3D-графика. Потому что просто, когда он был нарисован на белом, у меня было четкое ощущение, что ему не хватает чего-то. То есть, мне не хватает того мира, из которого он мог бы выйти. И когда я увидела фотографию вот этого леса заснеженного, то они как-то у меня так соединились, и поэтому я похимичила. Девчонки, я бы даже не сообразила. Вот представляете, как можно совместить рисунок с фотографией? А вот тут, смотри, даже дорисовано к паспарту. Тут же вручную дорисовано, акварель, да? Да. Или бошли? Ну, криво. Тоже так же вот. Ну, это да, это дорисовка образа на паспарту уже во время оформления. А как правильно вот назвать мне эти картины? Это рисунок или что это? Графика. Графика, да? Правильно называется графика. Просто где-то она в чистом виде, когда просто лист бумаги и ручкой, маркером сделанная. А где-то я дополнила образ как чувство. Просто мой канал, он для людей, которые не особо разбираются в живописи, поэтому я задаю такие подробные вопросы, чтобы люди понимали, как это сделано, из чего сделано. Понятно, что на профессиональном уровне, на профессиональных каналах там уже дают более правильную оценку всему этому. Да, ну, у меня, в общем-то, зрители такие же, как я, которые не особо в этом разбираются. Я думаю, что вот им эти нюансы как раз будут интересны. Ну, это просто мои чувства, мои ощущения, мои наблюдения. Потому что я такой интровертный человек, я люблю вот так наблюдать, наблюдать, слушать, чувствовать. И вот те ощущения, которые у меня накапливаются от созерцания этого мира, то есть они потом абсолютно бездумно, то есть это не такого, что так, а сейчас я сяду и нарисую-ка и девочку. Такого нет, я просто беру ручку, бумагу, и рука сама ведет. То есть когда ты отпускаешь мозг, и вот твои чувства, они как раз, поэтому это называется рисование медитативное. То есть сейчас это вот модно, и оказывается, то есть я так уже 20 лет рисую, оказывается, вот сейчас это модно заниматься, и психологи очень часто используют в своих. То есть когда пытается человек отключил мозг, перестал думать и анализировать, а просто как отпустил себя, и вот куда твои линии вывели тебя, то это о твоем сейчас состоянии души. То есть поэтому все вот это просто мои какие-то чувства. В общем, девочки, пока мы с вами раскрашиваем раскраски антистресс, люди создают вот такие шедевры. Спасибо. А учились, да, закончили на художественную школу по образованию, да? Да, школу, да, и училище. И училище образования художественное, да? Свет, расскажи вот, что вот я захотела, мне понравилась твоя вот эта вот картина. Ну да. Потом я сказала, я хочу еще брошку, не брошку, а кулон я хочу. И ты взяла, в такое чудо сделала. Ну да. То есть это, по сути, уменьшенная версия, просто распечатанная и в определенной технике соединена вот как бы фурнитура. И, собственно, получается, что любой образ можно не только повесить на стену, но и украсить себе. Вот. Она еще может просто взять обычную фотографию любого человека и из этой фотографии сделать, ну, как она видит эту фотографию, в своем образе, в своей технике нарисовать. Тоже очень интересная работа. Это под кулон уменьшенная копия картины, да? Да. Вот, девочки, картина. Вот, видите, и кулон. Ну, это дерево все расписанное ночное. То есть заготовка деревянная, да? Ну да, то есть я рисую эскиз, создаю. Грунтуру расписываю, да, в общем, там лак или стразы, или вот всякие, всякие интересности. Кто-то этот матовый, кто-то этот глянцевый, кому-то надо маленькую, кому-то, наоборот, большую. Я вот еще про одну куклу еще хочу рассказать интересную. Она сделана из деталей машин местным мастером, дизайнером, архитектором по металлу. Он из металла вообще может хоть что-то сделать. Вот такой человек у него получился. Голова движется, вот, вот, руки тоже. Туловище. Железный человек. Да, железный человек. Очень оригинально. Мужчина, когда ходит, сразу его видит к нему. Эренбургский мастер живет и работает в городе Эренбурге. Девочки, я думала, здесь две комнаты. Вот одна, вот вторая. Смотрите, сколько здесь кукол. Оказывается, еще есть третья комната фотозона. Так, вот, смотрите, какой чемодан. Винтажный чемодан. Смотрите, как оформлен старыми фотографиями. И мы сейчас с вами зайдем в третью комнату. Смотрите, какая большая кукла. Почти с меня ростом. Всем привет. Здесь еще третья, а там еще четвертая комната. Сколько много у вас красоты. И мне надо было прям с утра приезжать. А это третья комната у нас там мастерская. Тут у нас все. Бардак. Бардак, да. Мастерская. Можно меньше. Надо было прям с утра мне приходить и целый день здесь снимать. Вот еще, смотрите, как здесь красиво. А здесь у меня, как девочки говорят, мой кабинет рабочий. Я хочу сказать, у нас в кабинете больше бардака. У вас очень даже приличный, красивый кабинет. Здесь мы сделали фото зону. Здесь бесконечно можно разглядывать. Девочки, поскольку я по цветам специализируюсь, посмотрите, какие пионы. Они просто как живые. Девочки, они сделаны из фоамирана мастерицей. Я сразу и не поняла. Ну, они реально как живые. Девчонки обалдеть. Это тоже не какие-то ручные работы. Тоже как бы из фоамирана, да? Только цвет, другой цветочек. Слансети. Сколько всего здесь, девчонки? А это в преддверии святок колокольчик из хрустального, гусь хрустального, ручной работы. Мастера говорят, вот они вот такие все колокольчики, звенят по-разному. Кто хочет нечистую силу выгнать, у них такое поверье есть. Этим колокольчиком надо позвенить в комнате, и нечистая сила уйдет. А вот, девочки, это с элементами паутинки. Видите костюм? А вот это вышивка на подушке? Машинная. Машинная вышивка. Это я такую делаю. А вот там с элементами такой вышивки. Это ваш работа? Да. Так, скромненько. Моих работ, говорит, тут нет. Подпольная мастерица. Что еще? Подпольная мастерица, покажите. А вот эти мои куклы все. Вот эти все? А, вот они где в четвертой комнате спрятаны, девочки. Вот сколько кукол. Самое интересное, что вы все работы показали, какие здесь представлены, а свои нет. Скромненько умолчала. Я начинающая кукольница, начинающая. Спрятала их в последнюю дальнюю комнату, куда мы уже практически перед выходом зашли. А здесь вот мастерская. Мастерская вообще это самое интересное. А вот у нас интересная очень елка. С новогодними игрушками в виде кукол. Разных, разных, разных мастеров. Не только оренбургских, но и очень известных. А вот это моим зрителям будет особенно интересно. Потому что у вышивальщиц есть такая традиция наряжать елки своими вышитыми игрушками. У многих вышивальщиц целая коллекция игрушек. Ими наряжают елку. Девочки, смотрите, у кукольниц тоже есть коробочка с игрушками, которые они на Новый год достают и наряжают елочку. Посмотрите, какая красота. Ну, это прям надо каждую игрушку брать, каждую игрушку крупно фотографировать. Потому что, ну, отдельно каждая игрушка это произведение искусства. Ну, в общем, девчонки, я думаю, что одним днем здесь не обойтись. Тут прям можно жить и все это раскрыть. Мама говорит, сериал. Каждый день будем ходить снимать. Про Железного Человека, который говорила. Вот этот мастер. Это вот эта машинка, это работа нашего мастера, да? Это старая машинка. Он из старой машинки вот такую штуку сделал. Ночник называется. Лампа только вот сейчас уже не работает. Ничего себе. Значит, это была швейная машинка. И ее мастер переделал в ночник. То есть вот это горит. Включается лампочка. Такие у него прям эксклюзивные, интересные вещи он делает. Это же надо, какой полет фантазии. Это очень скромный его полет фантазии. Это скромно, он еще работы делает более шедевральную. Обалдеть. Музыка. 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 Девочки, смотрите, к нам приехали винтажные новогодние игрушки. Кстати, у меня мама тоже коллекцию игрушек, да, мам, собирала? У тебя есть коробка, да, игрушек винтажных? Вот они, смотрите. Сейчас очень модно коллекционировать старинные игрушки. Самосвал. Стеклянный. Самосвал, да. Мужчина, как приходит, говорит, у меня было такое в детстве самосвал. Самосвал, да. Вечный, девочки, вечный. Сколько лет существует, и еще вон игрушки возит. А вы проводите мастер-классы здесь какие-нибудь? Если хотите, приходите. Можем предоставить помещение, чтобы вы провели свой мастер-класс. То есть, если, например, мои девчонки захотят научиться вышивать или, например, вот эти букетики из мыла делать, то я могу их сюда пригласить, да, и сделать мастер-класс. Да, запросто. Девочки Оренбургские, если вам нужно помещение для мастер-классов, вот смотрите, какое прекрасное, уютное помещение. Мы ждем вас по адресу Пролетарская 4, усадьба Яновской, в центре города мы находимся. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok